Оператор! Оператор, зачем ты их купил? Я не понимаю. Вот мы же никогда этим аукционом не пользовались. Вот у нас есть аукцион, мы на аукционе покупали координаты, контейнера. Чего мы только на аукционах не покупали, вот в этом видеоролике, да. Тут аукцион закрыт, всё закрыто, ничего не купить, вот. Да, да. Никуда не сходить, никуда не сходить. Да, я с тобой согласен. Координаты я и купил. Хорошо, я сейчас объясню всё подписчикам. Всем привет! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов или же Вия. Добро пожаловать на канал Жизнь Вия, где новые видеоролики выходят каждый день. И сегодняшний видеоролик вышел по вине оператора. Сейчас расскажу, в чём суть. Вы знаете то, что сейчас какая ситуация в стране, ничего не работает, ничего не функционирует. Именно поэтому мы так давно не посещали аукционы, не покупали гаражи. Потому что все, кто продают гаражи или аукционы, нет, не работаем, нет, нельзя. Ну вот, что в этой ситуации делает оператор? Он находит какой-то левый аукцион. Вообще левый. Мы ни разу никого оттуда не знали. Ни разу ничего там оттуда не покупали. Вообще ничего. Знаете, как этот аукцион называется? Вот и проверочка вышла. Я понял. А тебя название-то не смутило? Нормальное название. Королевский аукцион? Королевский. Королевский аукцион, действительно, только для королей. Короли там покупают что? Лохотрон. Координаты. Так вот, на этом королевском аукционе, там был теневой, все нормально, тут королевский. На королевском аукционе мы, собственно, оператор за 30 тысяч рублей, да, 30? Чудесно. За 30 тысяч рублей купил координаты. И что на этих координатах будет находиться? Ну-ка, расскажи, пожалуйста. Что-то очень дорогое, либо очень ценное, либо посылка какая-то, что угодно. То есть, он купил координаты неизвестно чего за 30 тысяч рублей. Так вот, оператор, я тебе так скажу. Если мы сегодня не окупаемся, ты остаешься без зарплаты в этом месяце. Как тебе такой челлендж, а? Попробуй не остаться без зарплаты, чтобы выжить, а? Пошли искать. Че ты встал? Расстроился, побледнел? Пойдем. Самое обидное, что происходит в этой ситуации, это то, что координаты привели нас в лес. И в этом самом лесу еще идти на 500 метров. Ну, судя по карте, в том направлении. И если там ничего не будет, оператор, я очень удивлюсь. Как так? Это ж для королей, королевский аукцион. Как там ничего не может быть-то? Действительно. Да нет, я, может быть, конечно, слишком нагоняю, но просто для меня было немножко неожиданным, что оператор взял ни с того ни с сего, купил координаты на новом аукционе. Если бы он купил на обычном, я бы ему слова не сказал. А теперь я немножко волнуюсь. Ну, вдруг нас реально обманули. Типа 30 тысяч рублей это серьезные деньги, ребята. И, как бы, я не знаю, что может быть за 30 тысяч рублей на королевском аукционе. Ну, с другой стороны, королевский аукцион, это значит, там, королевские покупки, да? Наверное, да. Типа, что может быть у королей? Золото? Там, я не знаю, короны? Посохи? Что еще у королей? Это же королевский аукцион. Так. Какой знак? Оранжевый? Ну, да. Слушай, действительно странное местечко. Да-да-да. Вот не, не-не-не, от него отрезано электричество, как будто бы здесь что-то раньше было. Слушай, ну, может быть, это реально знак? Типа, в каком направлении двигаться? Ну, ладно, оператор. Хоть что-то уже в твою пользу, что действительно нас не обманули. Какие-то знаки здесь есть. Еще, еще 300 метров в том направлении. Ну, как шли по прямой. И там должен быть твой самый этот, я не знаю, что это, посылка, контейнер. Как мы узнаем, нашли мы это или нет? Если мы даже не знаем, как это выглядит. Что-то ценное, правильно? Да. Тебе сказали, что по этим коренатам находится что-то ценное. Ты думаешь, мне сказали, нет, там и не ценное, вообще брехня полная и все такое. Я такой, да, я беру. Я не знаю, Игорь. Ты, ты, ты сказал, что покупил что-то на королевском аукционе. Я такой, типа, что? Когда это ты королем-то успел стать, чтобы на королевских аукционах участвовать. Ладно. Ну, надеюсь, нас поистине королевская находка ждет в этом лесу. Будем двигаться. Осталось еще 200 метров. 200 метров и придем к тому самому месту. Вау! Оператор! Ты не поверишь! Знаешь что? Что? Смотри, мы пришли. Мы пришли на место, куда указывают эти координаты. И тут столько всего ценного. Столько всего королевского. Как-никак, да? Смотри-ка. Что здесь ветка повалена? Ёлку кто сломал? Нет, смотри. Значит, эта находка какая-то очень гигантская была. Вот такое дерево большое упало. Знаете, что-то несли большое. Ты думаешь, что это дерево, кусок этого дерева здесь оказался по причине того, что твою королевскую находку сюда тащили? А? Или скинули с неба. Скинули с неба. И ветку повалили. Слушай, единственное, что здесь странно. Пойдем, я покажу. Это вон какие-то отметины дурацкие. Причем их здесь очень много. Здесь, здесь. Один, семь, шесть, шесть. Это как пиктограмма. Да. Ай, черт. Оперно так. Полтора часа. Полтора часа мы уже ходим вокруг этих координат, которых ты купил на аукционе. Я тебе говорил, что тот аукцион, мы там не снимали видео. Там одни кидалы по-любому. И что, вот мы сейчас уже полтора часа ходим и ничего не можем найти. А ты говоришь, стопудово что-то ценное, стопудово дороже, чем мы заплатили, да мы окупимся. Это обычно я у нас дурак, по твоим словам, покупаю все, что не попадя. А сейчас так оператор уверен в себе, конечно, да. Ладно, идем дальше. Черт. Слушай, а мы не заблудились? Не знаю. А вдруг заблудились? Че делать? Надо это, компас. Ты умеешь компасом пользоваться? Ладно. Примерно где-то там. Смотри, стой. Оператар, слушай. Походу, ты зарплату свою не потеряешь. Я кое-что вижу. Пойдем. Смотри, оператор. Смотри. Вот она. Это ведь то? Это ведь те самые координаты? Это то, о чем был разговор? Да. Отлично. Тачка. Тачка, 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 тачка. Это получается заброшенный автомобиль. Русский какой-то. Я, правда, не знаю, что это за тачка. 14-я? 8-я? Посмотрите, подписчики, внимательно на тачку. И напишите в комментариях, что это за тачка. Блин, а. Сейчас это все очищает. Ну, понятно, она валяется уже очень долго. Слушай, а что на ней столько веток? Может быть, она въехала в дерево и ветки попали, а? Походу, так и было. На туре. Видимо, человек, кому принадлежала эта тачка, въехал в дерево. И он не хотел оформлять ДТП. И поэтому скрылся с места преступления, бросив автомобиль, чтобы стереть с себя все улики, а? Ну, не знаю, как вам такая версия. Напишите ваши идеи в комментариях. Так это или нет? Точно, смотри, он тут сбил, получается, что-то. Однозначно, вон, дерево-то все развалилось. Блин, а вдруг она не заводится? Блин, самое главное, да не проверили. Ключа с зажиганием-то нет. Ну? Нету. Странно, обычно, всегда здесь даже. Да что ты щутишь, оператор? И магнитола нет. Смотри. Магнитола отпилена. Ну, в смысле, выключена отсюда. Музыку не послушаю. Да какой музыка, это значит, что эту тачку кто-то до нас находил? Ты не понимаешь это? Тебе вторичные координаты продали. Кто-то пришел на эти координаты, получается, уже... Просто открыл машину, ну, поскольку она открыта, судя по всему, да? Ну-ка, дерни за ручку. Нет, слушай, только эта дверь, что ли, открывалась, получается. Она была открыта, вы же видели, да? Водитель вышел и убежал сразу. А, ну да, ну да, получается так. Ну и кто-то уже купил эти координаты, пришел, забрал магнитолу и ушел. Блин, смотри, за время, пока она здесь стояла, как она прогнила. Блин, за сколько, ты говоришь, эти координаты купил? Ой, оператор, дурак. Ой, дурак. 30 тысяч рублей, да? 30 тысяч рублей. Ты что, вот это вот стоит 30 тысяч рублей? Нет, конечно, может быть, если бы она завелась, если бы поехала, может быть, что-то бы отсюда и достали бы, интересно, я не знаю. Но здесь все, что мы имеем, это развалюха, это на металл. Это 15 тысяч рублей максимум. Понимаешь, о чем я тебе говорю? Потому что здесь... Подожди, вон, мигает. Видел, мигало? Вон, мигает, 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 смотри. Я офигел, мигает. Понял? Знаешь, что это значит, болван? Что? Это означает... Это означает, что аккумулятор на месте. Должен быть, по крайней мере. Ну, а как бы она мигала без электричества? Так. Ну-ка, ну-ка, дерни еще раз этот рычажок, я что-то не понял. Вот тот большой. Вот тот, я что-то не... Не-не-не-не-не, вот там вот где-то, вот он. Или наоборот надо оттолкнуть. Ну, оператор, да что ты... Да-да, ты не открываешь. Да может здесь по-другому открывается. Как? Как на нормальных машинах. А-а-а. А, в натуре. Ого. Ну-ка, иди сюда, оператор. Да, аккумулятор на месте. Ну, то есть это уже плюс. Это уже хорошо. Не, слушай, двигатель в нормальном состоянии здесь. Вообще никаких проблем нету. Все, собственно... Я вообще не сомневался нисколечко. Да, конечно, когда ты сомневался. Единственное, что вот этот электролит вытекает, это плоховатенько. Ну и плюс накипь. Ну, нормально, живет. Самое главное, мы видели, что он рабочий. Вот. Ну и, соответственно, я не знаю. Это знаешь, о чем говорит? Это говорит о том, что его можно завести. Будь у нас ключ, мы бы ее завели, да и поехали отсюда. Ну, на край, конечно, можно заменить личинку зажигания, но это незаконно. Мы никого к незаконной деятельности не призываем. По сути дела, если мы заменяем личинку зажигания, это угон. И это уголовно наказуемо. Мы никого к подобному не призываем. И я сам никогда незаконной деятельностью заниматься не буду. Хотя, если документы у нас, и если у нас будет договор купли-продажи, если мы найдем владельца, и он скажет, забирайте, типа, оформит нам договор, в принципе, будем иметь делать неправо все, что угодно. Но это юридические тонкости, конечно. Блин, жалко, что нет ключа. Как мы найдем владельца-то? Да что ты постоянно ноешься, сомневаешься-то, а? Что? Ты ключ искал? Пробовал хоть? Его не было в зажигании. Надо в другом месте поискать. В машине ты имеешь в виду где-то или рядом? Да. Ладно, давай поищем. Может, здесь, на земле? Да, он же мог выбежать, и у него мог выпасть, я не знаю. Но опять же, тебе эти координаты ведь дали не просто так. Возможно, какая-то информация была про этот автомобиль. Ладно, ты ищи где-нибудь здесь, а я поищу, не знаю, в багажнике. Как открывается багажник? Нет, здесь пусто. Ничего нет. Так. Кстати говоря, по документам здесь все ровно. Тут даже страховка есть. ПТС, СТС. Вот, то есть на стояке написан владелец. В принципе, сделка-то может быть закона. Не хватает только договора купли-продаж. О, тут зеркало есть. Я вообще не знал, что в русских тачках зеркало бывает. А здесь тоже есть? Нет, здесь, нет, здесь есть кое-что получше. Лада! Лада! Это ключ зажигания. Это ключи зажигания, оператор. Я не могу своим глазам поверить. Ключи! Ключи! Так, момент истины. Слушай, ну знаешь, на самом деле, при прочих равных, если эта штуковина не заведется, то есть, как бы, имея все вот это вот, да, и аккумулятор, и двигатель в норме, и все остальное, она может не завестись, просто потому что это лада. Понимаешь? Так, здесь подплоткнута передача. Смотри, какая модная кулиса. Кожаная. Прям вообще, ну, прям, бодрая тачка. Жалко, что муни-тола нету, конечно. А как это выключается? А, вот, выключил. Так, ну, как я и говорил, аккумулятор в норме, все работает, и проверяем двигатель. С трудом, но работает. Но вот меня вот этот чек-энжин немножечко, самую малость, чутка так беспокоит. Это, по идее, самое страшное, что может загореться на бортовой приборке. Слушай, а знаешь, что меня еще пугает в этой ситуации? Смотри, я вот просто обратил внимание на это. У нас руль стоит прямо, да? А колеса? А колеса повернуты. Сход-развал ему, кранты его нет. Черт. Ну, 30 тысяч. Ладно, давай попробуем отсюда выехать. Так, я уже не раз разбирался с этими тачками. Главное понять. Так, сцепление. О, я включил заднюю. Окей. То есть мы можем, в принципе, ехать. И мы даже движемся. Черт. Надо еще раз попробовать. Долбанный оператор. Всегда стоит, смотрит. Хоть раз бы помог. Так. Как ее завести-то теперь? Хорошо. Сцепление. Заднее. И. Как учили в школе. В школе ведь все сдавали на этом. Ну, давай. О, другое дело. Да черт, я отец, лох. Как же она барахлит. О, я выехал. Я выехал, оператор. Я выехал. Двигатель работает, несмотря на горящую лампочку чек. В принципе, все в полном порядке. Я не знаю, на самом деле, оператор стоит ли эта машинка 30 тысяч рублей. Ну, я выехал. То есть, я боялся, что она въехала в дерево. Но на дереве, по факту, никаких следов нету. И на ней тачка тоже целая. Если бы не рыжики, я бы дал за нее тридцатку вообще без каких-либо проблем. То есть, я думал бы, что мы окупились. Но, может быть, при прочих равных мы ушли в ноль. Я не знаю. В общем, что сейчас мне предстоит сделать? Надо за ней там разгребсти бревна и все остальное. Выезжать отсюда и уже подводить итоги. Вот, в принципе, приноровиться. И в целом-то ничего трудного нет. Так, ручник держит. Нет, ручник не держит. Ручник не держит. Значит, мы что делаем в такой ситуации? Мы в такой ситуации включаем скорость и глушим. И чисто теоретически ехать мы не должны. Мы не едем. Чудесно. Так, что мы имеем в данном моменте? Мы выехали из леса. Впрочем, в том же месте, где и заехали. Вот наша машина из Darknet. Все чудесно, все хорошо. И мы теперь имеем две машины. И теперь вечная проблема. Знаете, в чем вечная проблема? В том, что у оператора нету прав. И мне приходится ездить на двух машинах, на трех, на четырех. Какая-то уже по счету тачка шестая, седьмая, я не знаю, оператор. И я единственный человек, который имеет право на управление этими автомобилями. Ну, естественно, ездить я на ней не буду. Мы ее будем продавать, чтобы стараться окупить те корреты, которые купил оператор. 30 тысяч рублей, конечно, это сложно. Проблема в том, что, ну, типа ржавая, она просто в хлам. Просто в хлам. Но, возможно, рама целая и все в порядке у нее. Я как лучше хотел для подписчиков. Я понимаю, на самом деле, все равно прикольно, что мы нашли брошенную тачку. Я реально не ожидал до конца, что именно мы найдем в этой самой истории с лесом. Но, блин, и пороги ржавые, и рама так себе. Ну, блин. Ну, и колеса штампованные, без литья. Но самое главное, что нашли в лесе, в лесу, вмятина. Все-таки, все-таки за 30 будет ее, если честно, очень трудно продать. Но пусть подписчики напишут, кто бы купил вишневую тачку от VIA, которую он нашел в лесу, за 30 тысяч рублей. Чисто, чтобы в ноль. Не вам, не нам. Ноль окупаемости по вине оператора. Ну, ладно. Пишите в комментариях, кто бы ее купил. А также, если вам, в принципе, выпуск понравился, мы можем продолжать искать заброшенные автомобили или различные другие вещи по координатам из аукционов. В любом случае, ставьте лайки, если эта тема вам нравится. Когда мы берем 15 тысяч лайков, мы продолжим эту всю движуху. Ну, и, конечно же, пишите ваши комментарии, чего вы бы ждали от будущих выпусков. А также, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, потому что видео на этом канале выходят каждый день специально для вас. Ну, а с вами был я, Вячеслав Исмаилов, или же VIA. Мы с вами увидимся совсем скоро. И продам вишневую тачку. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok